Василий Константинович, добрый день, как бы странно это звучит. Вы знаете, я вот, не знаю, насколько опять же все здесь присутствующие знакомы, я прочитала вашу статью и немножечко напугалась. Почему? Потому что вот то, что имеет как бы отношение к стратегии, мы очень часто начинаем учебники по стратегии, часто цитируют фразу из «Алиса в стране чудес» к вопросу, какая кратчайшая дорога ведет отсюда. На Чижевский код, отвечая на этот вопрос, Алиса сказала, это зависит от того, куда ты хочешь попасть. Так вот, у меня такое ощущение, что если изучать ту программу, которая называется «Стратегия развития России» до 2020 года, ощущение, что мы идем, и есть определенные меры, да, там, модернизация экономики, рост ВВП, инновации, часто звучащее слово. Но при всем при этом мы совершенно не понимаем, а куда мы хотим попасть. То есть какая конечная цель того, что движет, и вот то направление, куда, собственно говоря, вся экономика России движется. Вот, наверное, так. Я когда читал эту стратегию, у меня тоже были какие-то такие странные ощущения. Во-первых, видно, что она сделана профессионалами, видно то, что там есть очень интересные проработанные части, и действительно, тот, кто писал эти части, они сделаны качественно. И там есть такие идеи, которые девальвируют многие вещи. И вот одна из основных, вы правильно сказали, одна из основных тем, что они, собственно, говорят о стратегии, о стратегии развития, а смотришь, а там, если ты стоишь на точку зрения развития, то там получается, что пропущены какие-то крупные методологические куски, которые, собственно говоря, из этой стратегии развития они делают, то есть не создают основу для развития нашей экономики. Кстати, вы правильно сказали, что вот вы связываете развитие и стратегию. Вот я не дописал один кусочек, а этот кусочек, кстати, связан с тем, что я подумал, что Илья Евгеньевич Благо говорит, а вот как вот то, что вы написали, связано со стратегией? И, я думаю, вот единственное понятие из менеджмента, которое просто аккурат связано с концепцией развития экономического, это стратегия. Потому что стратегия — это цель, в сообществе цель в структуре, это ресурсы, ресурсы в структуре, это понимание того окружения нестабильного, в котором ты работаешь, и постоянная адаптация — это способ организации твоей компании, который тоже должен изменяться. в связи с изменением целей, в связи с изменением ресурсов, в связи с изменениями окружающей среды. И ты понимаешь, что вот эти два ёмких понятия, они взаимосвязаны между собой. Мы там видим, да и не только здесь, и у нас, это же везде. Проблема в том, что... Почему я взялся за такую как бы вот странную тему, она же звучит, экономическое развитие, да? Потому что у нас все говорят о росте. Понятно, подростком подразумевается наверняка развитие. Развитие является как бы таким синонимом. Ну, экономическое развитие, экономический рост. А когда ты начинаешь приближаться к сути этого явления, ты понимаешь, что... А это очень серьёзное... Это серьёзное... То есть там существует серьёзное различие. И когда все сегодня, после того, как произошёл неординарный вот этот самый кризис, и когда мы понимаем, что в результате этого кризиса, что мы уже живём в существенно иных экономических условиях, то получается так, что та экономическая теория, которая была создана, она почему-то не может корректно не поставить вопрос и не его решить. И мы сегодня все ждём роста, все эти заклинания. Надо увеличивать темпы роста, нам нужен рост. А на самом деле, почему это происходит? Поскольку его нет. И соответствующим образом... Но ведь ситуация развивается. Поэтому получается так, что на сегодняшний день мы продолжаем развиваться, а во многих случаях там не будет того экономического роста, который был у нас, наверное, до этого. И вот у нас и получается сегодня такая ситуация, что та экономическая теория, которая выросла из экономикса, она не в состоянии решить эту простую проблему. Просто создать такую теорию, которая бы объясняла бы, мир, более корректно, скажем так. Современный мир, он изменился. А во-вторых, чтобы на базе этой теории мы пытались решать те или иные сложные проблемы. И вот чем отличается экономическое развитие от экономического роста, при первых взглядах вроде как это одно и то же. А на самом деле существенные различия. И вот я специально взял и начал писать ее таким образом. Сначала я посмотрел, вообще, как мы подбирались, мы, я имею в виду экономисты, те, кто вообще занимается экономической теорией, как мы подбирались к этому понятию, экономическое развитие. И если вы посмотрите аккуратно, то есть как вообще наука понимала, это, в общем, был долгий-долгий-долгий процесс. А сначала произошел отказ от агрегированных показателей. Потому что, как только ты начинаешь говорить о развитии, ты понимаешь, что надо говорить о целом, о целом состоит из частей. Следовательно, отказ от такого понятия, как ВВП или еще какие-то другие, агрегированные показатели нельзя. — Павел Николаевич, это значит, что мы не используем вообще показатели? — Нет, нет, нет. — Или мы используем систему показателей? Или как потом выйти из этой ситуации? — Мы говорим о том, что если что-то растет или что-то развивается, то расти-то может, скажем, ВВП. Но это одному же не выгодно, что и ВВП развивается. Поэтому если ты хочешь говорить о том, что экономика развивается, то тогда надо смотреть на структуру этой экономики. И соответствующим образом ты должен отойти от агрегированных показателей. Я не говорю, что они не нужны. Я говорю, что к агрегированным показателям нужно добавлять понятие структуры. — Ну вот если бы мы попытались бы пофантазировать, сейчас нас губернатором ставят KPI, то есть если бы мы хотели поставить перед правительством что-то типа KPI, то есть что это могло бы быть? Понятно, ВВП не полностью характеризует, может быть, наверное, рост ВВП, который обернется через какое-то количество лет либо стагнацией, либо уменьшением в обратную сторону, откатом показателей. Тогда все-таки что кроме ВВП могло бы стать такими KPI? Если они вот это сделают, будет хорошо. — Да, ну чуть-чуть забегаем вперед, но тем не менее, если прямо ответить на ваш вопрос, что поскольку у любой системы есть внешние параметры, мы говорим, изменяются внешние параметры, растет воловой внутренний продукт, растет национальный доход и какие-то другие вещи. Это агрегированный показатель. Вместе с тем у любой системы, поскольку это целые СЧСи, и она состоит из СЧСи, то соответствующим образом есть изменение структуры. И мы говорим о том, что изменение структуры любого целого системы или экономики, а экономика — это же организм, и внешние параметры, они взаимосвязаны. Следовательно, если ты хочешь, чтобы ты управлял внешними параметрами, обращай внимание на то, каким образом мы организованы. Обращай внимание на структуру. Следовательно, если вы говорите про какие KPI, то я бы временно забыл про понятие внешних параметров. То есть рост, они были бы у нас вторичны. А обратил бы внимание на те изменения, которые необходимо сделать в структуре экономики. Это уже становится пошлым, поскольку все об этом говорят. Единственное, что я боюсь, что мало что делается. Потому что на сегодняшний день вот те структурные проблемы, которые у нас есть, они не решаются. Они не решаются. Если мы поговорим, какие структурные проблемы есть, на ваш взгляд, вот самая большая проблема, которая сейчас в российской экономике существует. то есть что, первое, второе, третье, если поставили, что бы мы поставили на первое место. То есть что, на ваш взгляд, какое изменение в структуре должно произойти, чтобы это позитивно сказалось потом на развитии экономики в целом. Если вы думаете, я начну с нефти и газа, то есть если бы царем был бы я, то я бы, прежде всего, обратил внимание на такую связку. Инфляция. А инфляция – сельское хозяйство. Потому что я отвечаю в последовательности. Поскольку, если вы посмотрите все данные, как только подпрыгивает инфляция, то инфляция же – это же структура цен. То в этой структуре резко увеличиваются цены, прежде всего, на сельскохозяйственные товары. Причем как на конечные, то есть потребители, так и серьезные хозяйственные происхождения. Поэтому, если бы, допустим, мы бы сумели с вами за какое-то исторически разумное, короткое, лет 10-15, снять проблему с нехваткой продовольствия, то из инфляции сегодня 6-7 процентов мы бы оставили, скажем, 2-3. Потому что инфляция сама по себе, опять же, исходя из того, что я говорил, это структурное явление. Второе. Как только у нас с вами решаются проблемы сельского хозяйства, у нас падают цены, деньги становятся длиннее, и начинается целая череда положительных изменений, которые постепенно, в значительной степени улучшают. Затем, конечно, то, о чем, наверное, все говорят, это, естественно, структура экспорта и импорта, поскольку на сегодняшний день у нас несбалансированная, я боюсь, что это не нужно обсуждать, у нас несбалансированная структура экономики, отчасти это наследие того, что нам досталось от Советского Союза, у нас очень была развита энергетика, весь этот энергетический и топливно-энергетический комплекс. На сегодняшний день этот топливно-энергетический комплекс, его возможности превышают те потребности, которые есть в нашей экономике. И мы соответствующим образом добываем то, всего 5-е, 10-е, все это вывозим, товарный поток идет сюда, он несбалансирован, потому что у нас все время экспорт больше, чем импорт. Соответственно, мы же не дарим, соответствующая сюда заходит валюта, она приводит к тому, что у нас на сегодняшний день постепенно приток валюты изменяет ценности денег, нам сложно работать с злиными деньгами, они не получаются, и отсюда получается целый клубок проблем. То есть изменения в структуре постепенно выровняли бы, и меньше была бы инфляция, меньше были бы, скажем, структурные диспропорции, которые связаны с экспортом и импортом, меньше была бы проблема, то есть она бы не такая была бы острая, с отсутствием длинных денег. — Это как? Это ограничить экспорт или увеличить импорт, чтобы баланс свести? — Я думаю, что, чтобы свести баланс, надо увеличивать экспорт несырьевых товаров. А вот для того, чтобы это сделать, соответствующие нужны инвестиции. Это неинтересная тема, она сама по себе хорошо проработана, поскольку все это знают. Нужны структурные изменения в экономике. У нас настолько... Мы потеряли приборостроение, я условно говорю, да, мы потеряли судостроение. У нас на волоске висят некоторые отрасли, которые практически еще чуть-чуть, и их нету. То есть в 90-е годы, в 2000-е годы мы не растили. У нас структурные изменения произошли, и на сегодняшний день нам надо очень серьезные инвестиции, чтобы восстановить структуру. В основном это реиндустриализация. В общем, серьезнейшая, продуманная реиндустриализация, которая, как ни парадоксально, я говорю, должна идти по определенной логике, для того, чтобы сначала снять примитивные проблемы, решить проблемы с продовольственной безопасностью, уменьшить инфляцию, появляются длинные деньги, где длинные деньги решают другие проблемы, и постепенно, постепенно создается принципиально другая ситуация в экономике. Вот я вот возвращаюсь к идее развития. Что вот идея развития подразумевает, что у тебя сразу же, если ты развиваешься, то у тебя сразу изменяются внешние параметры, раз, у тебя изменяются внутренние параметры экономики, два, и все это происходит в циклической форме. Основная проблема, почему теория развития, экономического развития, не развита на сегодняшний день, это проблема с пониманием той роли времени, которая оно играет. Ключевая проблема, она была не только в нашей экономике, любимой, да, нам с вами, эта проблема была в физике, она была в других науках, и как только мы постепенно пришли к иному, скажем так, более корректным представлениям, как организована жизнь, то более-менее все встает ногами вниз, головой вверх. Например, я не хочу удаляться, скажем, в примеры, которые есть в физике, в биофизике, в биохимии, но тем не менее, там многие вещи решены. В социологии эти вещи, я имею в виду развитие системы, в психологии, там эти вещи, развитие личности, уже психологи обошли экономистов в значительной степени, потому что они пробинулись, потому что у них вот этого нету, монополии на рост, рост как бизнес, и на сегодняшний день, если захотите прочитать все статьи по, допустим, росту, две-три жизни нужно. А экономическое развитие как-то отставлено, поскольку тема сама по себе усложняется пониманием той роли, которую играет время. И кажется, ну, вроде очень просто, как добавить время, или как учесть время в экономических процессах. И тут начинаются самые неприятные моменты. Здесь начинается сложность. Что такое время? Как интегрировать время? Как понимать, как его учитывать? Получается интересная вещь. С одной стороны, время, это, естественно, длительность. Ну, вроде как, понятно. Второе. Время, это колебательный процесс. Хитрый состоит он. Вот эти вот я еще-таки подойду, покажу, чтобы это было понятно. Смотрите, вот, это базовая проблема, которая должна быть решена. Что если у нас с вами есть, вот, и все физики же, как говорят, у нас есть, соответственно, какое-то явление, там, допустим, какой-то колебательный процесс. Что мы знаем? Очень хорошо знаем, что это есть цикл, что это есть амплитуда. Вот сюда все ставят что? Время, которое течет, есть какая-то фаза, в экономике, это там фаза цикла, чего-то угодно. Там, если вы возьмете время вообще, то это там год, это порталы, месяцы, дни, минуты. Есть какое-то время, а это какое-то явление, то есть, явление А. Хитрый состоит в том, что рядом есть явление Б, допустим, вот так вот, Ну, и другая клуба. И хитрый состоит в том, что это время Б, а это время А. И они разные. Время – это колебательный процесс. И хитрый состоит в том, что у нас с вами, если часть состоит из, то есть целая состоит из частей, то целая само по себе колеблется, части разные, части колеблется по-разному, у каждой части свое собственное время. И поэтому у нас нету заданного времени для того или иного процесса. Каждый процесс, потому что это период, порождает свое собственное время. Да, здесь могут происходить различные соответствующие комбинации, синхронизации и тому подобное. О чем это говорит? О том, что если мы начинаем корректно понимать, что такое время, то мы тогда интегрируем, понимаем, что процесс А длится, процесс Б – это всегда колебательный процесс. И он потому и длится, потому что он корреклится. И поскольку целая состоит из разных частей, и все части живут со своим временем, получается понятие неравномерности. Значит, время интегрируется через длительность, через колебательность, через неравномерность. И еще одна позиция, которая, на мой взгляд, очень важна – это неравномерность и необратимость. Физик, да, по-своему, это стрела времени. Это необратимость процессов. Вот как только мы начинаем понимать, что у нас с вами в экономику внедрено время через вот такие формы, через длительность, через колебательный процесс, через неравномерность, через гетерохронность, через необратимость. Вот это все формы, в которых проявляется время. Тогда ты смотришь по-другому на то, что происходит. Вся, весь наш экономикс, во-первых, он поставлен, вот, он создан еще тогда. А тогда у нас с вами вот были рядом идеи из физики, там, из Ньютоновской. Это порядок, равновесие и тому подобные вещи. И постепенно в других науках давно уже отошли. Мы понимаем, что неравновесность, отсутствие, вот, то есть, ну, не столько хаос, сколько, отсутствие равномерности, системы не стремятся к равновесию. И, то есть, ну, почитать пригожно достаточно, чтобы понять, что у нас уже произошло в других науках, которые преодолели те недостатки, которые были там в классической физике или в классических каких-то других науках. В классической нашей экономике это не преодолено. И у нас существует понятие равновесия во многих главах. Открываешь книжку, первая глава — равновесие. Но не стремится экономика к равновесию. Если ты понимаешь, что система развивается, то она развивается неравномерно, она развивается по своим собственным законам, которые совершенно далеки от того, как это написано в современных учебниках. К великому сожалению. То есть, стабильное развитие — это нонсенс? А стабильное развитие — это отрицание в определении. Так, да? Совсем страшно становится. Нет, нет, нет. Это как раз нормально, потому что у нас же сплошь и рядом есть понятия, которыми мы пользуемся и говорим, вот, английский называется sustainable development, да? Ну, во-первых, его нельзя переводить как стабильное, как будто самоподдерживаемое развитие, скорее всего. Но, тем не менее, а у нас оно переводится как стабильное. Стабильное развитие, оно не бывает стабильным. Оно может восприниматься только как стабильный клебательный процесс. И то я бы не сказал, что там есть, значит, постоянная амплитуда и могут быть какие-то шоки, которые, соответствующим образом, влияют на эту стабильность. Но этого не бывает. А отсюда, если мы начинаем писать какие-то программы, мы же сразу говорим, нам надо что, стабильно развиваться? Быстро. И еще к тому же быстро. А здесь возникает тоже проблема, что любая система, когда она развивается, включая экономику, любая система, когда она развивается, то через неравномерность получается так, что, если вы посмотрите на стандартное отклонение, там, скажем, дефильных параметров в системе, то они тоже резко увеличиваются. То есть, если, допустим, возьмете, вот если вы пропитаны вот такой идеологией и говорите, растут цены, в общем, увеличивается, там, темп роста цен. Если ты смотришь вот этими глазами, то ты понимаешь, растут цены, это означает, что резко увеличивается неравномерность темпов роста цен внутри, скажем, вот, всей государственной группы. Если какие-то цены растут полтора-два, кто-то три, кто-то пять, кто-то десять. А если цены начинают потихонечку, если общая инфляция начинает падать, это говорит о том, что дисперсия между ними уменьшается. Если экономика растет, ВВП растет, то это означает, что части экономики, это могут быть отрасли, это могут быть сектора, это могут быть кластеры, это могут быть регионы, они растут неравномерно. Посмотрите на нашу с вами экономику, которая росла в последнее время. Она, как только начала развиваться быстро, резко усилилась неравномерность. Значит, соответствующим образом, если ты пишешь программу и говоришь, нам надо, а вот я уж там не могу цитировать, а на память, нам надо, что с одной стороны увеличить темпы роста, нашей экономики, ее стабильность, вместе с тем, выравнивать уровни развития регионов. Нереальная задача. А по определению, то есть такого в природе нет. И ты понимаешь, что люди, которые пишут программы таким образом на базе этих идей, причем они специалисты в своих каких-то областях, но поскольку в образовании была заложена вот эта концепция экономикса, равновесие и тому подобных вещей, то вот они тогда вот эти идеи все туда и привносят. И получается, что у них не стыкуются многие вещи. Но, Сергей Козлович, у всех все равно мысль о светлом будущем, то есть как-то хочется, чтобы было хорошо. Поэтому в такой ситуации, на ваш взгляд, что становится первичным? То есть очевидно, что эффективность, она вступает в противоречие с развитием отдельных регионов, то есть, наверное, можно добиться в каких-то определенных отраслях больше отдачи. Соответственно, все равно там ВВП будет расти быстрее за счет нефти, газа или чего-то еще, и других не растет, и бог с ним, ну, если мы среднее хотим увидеть, да, там внутри будет серьезная дисперсия, но мы увидим рост. Все-таки, что здесь важнее, да, то есть, вот отказаться от этого роста в угоду с большей сбалансированностью или когда-то определенный там рост, знаете, как переход количества в качество, да, то есть, вот он растет до какого-то момента, а потом хватит на все, в том числе и на выравнивание. Опять же, если мы посмотрим таким образом, каким образом развивается социальная система, то социальные системы иногда растут быстро-быстро-быстро, а потом темпы роста замедляются, и ты думаешь, а где же тут закон? А получается интересная вещь, что для решения тех или иных задач, а ведь экономика это наука о людях, то для того, чтобы нам с вами иметь систему жизнеспособной, она на определенных этапах развития должна иметь более высокий темп рост, как вот вы сели на велосипед, если мы медленно крутим педали, нас раз-раз, мы падаем, следовательно, при определенных условиях мы должны чуть-чуть двигаться быстрее, и динамика обеспечивает жизнеспособность системы. Но тогда когда-то вы создали, когда у вас есть инфраструктура, когда у вас есть многие отрасли, когда у вас практически экономика зрелая, то зрелая система, она не может дальше продолжать расти такими же темпами, и для продолжения вот этой идеи, то она, оказывается, должна немножко замедлить свой темп рост и удерживать то, что уже создано. И поэтому на определенных этапах экономика должна расти быстро, а на других этапах она должна расти медленно. И одной не противоречит второму. Мы на сегодняшний день находимся в ситуации, когда у нас, к сожалению, к великому, у нас недоинвестировано одна, вторая, третья, пятая части, и, следовательно, нам нужно, безусловно, пока иметь относительно высокие темпы расширения экономики и структурных изменений. А тогда, когда структура придет в соответствии с нашими потребностями, причем с нашими... А такое бывает, если все время идет колебательный процесс? Сможет какой-то наступить момент, когда они придут? Или что-то опять убежит вперед? Что-то обязательно убежит вперед, потому что все равно колебательно. Тем не менее, все-таки более или менее, когда базовые вещи будут решены, то высокие темпы роста, они, может быть, даже будут и не так необходимы. Посмотрите, на все развитые страны постепенно вышли на уровень, скажем, 35-40 тысяч, я имею в виду, по паритету покупательной способности долларов на человека, и темпы роста потихонечку замедлились, и основная задача у них удерживать достигнутый уровень развития. И если их заставить развиваться еще быстрее, то я думаю, что вся глобальная экономика будет очень сильно напряжена. Мы просто не выдержим таких ростов, вот таких вот очень мощных экономик. И наоборот, на сегодняшний день к ним начинают подтягиваться. То есть сначала глобальное хозяйство развивалось за счет одной части, она вышла на определенный уровень освещения и благосостояния, и начиная, наверное, уже, ну, наверное, сколько лет, это уже там, ну, 10 лет, потихонечку уже появляются. Смотрите, Индия, Китай, немножко мы, значит, соответственно, там Бразилия, в Африке появляются страны, которые постепенно-постепенно тоже выходят на вот такие уровни развития, и темпы роста там выше, и постепенно все-таки уровень развития там повышается. Поэтому, а потом, значит, это догонит, эти в результате, вот сегодня, там выдумывать ничего не просто, они очень сильно развиваются. Я, вот, я не знаю, вот, мои коллеги подтвердят, что я вчера, позавчера прочитал, значит, статью в «Эксперте». Она меня поразила, знаете, чем? До сего, эта статья была посвящена структуре бюджета США. Ну, понятно, там очень высокие военные расходы, понятно, другие. Вы знаете, что меня поразило? Это доля расходов на науку. И сколько составляет? И в абсолютных, и в относительных масштабах, в масштабах, и от структуры удивительно. Потому что на сегодняшний день, я прекрасно понимаю, вот они сейчас приостановились, но в них будут происходить очень серьезные структурные изменения, которые позволят, когда подтянутся все остальные страны, им уйти снова в отрыв, но в совершенно другом плане, в чудовищный технологический отрыв. Вот, допустим, возьмите Китай, возьмите Японию, и возьмите Южную Корею, которая на сегодняшний день является лидерами в области судостроения. И если вы посмотрите, то японское судостроение практически, ну, оно было очень мощным, а на сегодняшний день, там, вот, в тоннах, если посмотрите на объемы, то нас спускают в основном, это Южная Корея, Китай, наверное, третье место занимает, я сейчас точно не помню статистику, японцы. Но по производительности труда они в два раза выше, чем уникальное судостроение в Южной Корее. И получается удивительная вещь, что тогда, когда они как будто бы не развивались, то есть ВВП не рос, и они не увеличивали объемы выпуска, то у них настолько снизились издержки, они настолько технологически ушли вперед, что на сегодняшний день они являются лидерами по производительности труда и по тому, каким образом мы в будущем, наверное, будем строить сюда. То же самое произойдет в других областях. Вот, я не знаю, я вот с нашими, вот здесь присутствующими, моими коллегами не ездил, видите, а вы не были тогда, нет? Ай, жалко. ВВТ, такая финская компания, это аббревиатура, которая занята следующим, она трансформирует идеи в коммерческий продукт. Абсолютная инновационная компания. Таких две в Европе, в Швейцарии и в ВТД Финляндии. И нас, значит, ведут в цех, где, значит, соответствующим образом стартапы в области нанотехнологий. И тут идут наши коллеги, наши участники группы, а я сзади иду, потому что, ну, просто смотрю, что происходит. Я, значит, своим глазом, у меня же испорченный глаз, смотрю, а что это за стоят машины, которые это все делают? Что стоят за станки? И вот иду, иду, значит, по цеху. Сделано в США, сделано в США, сделано в США, сделано в США. Один на пять сделано в Германии. Еще в США, 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 один в Японии. На сегодняшний день все, вот то, что делается там, сделано на станках, которые сделаны в США, ну, это они уже сделали давно. Соответствующим образом, они уже давно ушли вперед, у них уже в чертежах и в головах. А сегодня они еще вкладывают, чтобы уйти совсем в отрыв. Вот что страшно. А мы в какой отрыв? А вот нам-то что делать, действительно, эта ситуация? Потому что у нас что, получается, денег нет? С нашими затратами денег нет, это я бы не сказал, не погорячился. Соответственно, с нашими затратами на образование, на науку мы ни в какой отрыв не уйдем. То есть, что в любом случае, да, то есть, ну, накопление, либо дальнейшее развитие. То есть, что мы здесь делаем, То есть, что получается, можно сейчас сказать, что, ну, фактически, волонтаристским путем взять и вложить. Предположим, что у нас хорошая система, и деньги, которые будут выделены, будут эффективно потрачены. вот, если, да. То есть, в принципе, возможно ли такая ситуация, что действительно, ну, вот, в принудительном порядке, то есть, какой должен быть, на ваш взгляд, на процент затрат на образование и на науку, чтобы дать толчок российской экономике? Я думаю, что минимум удвоить или утроить. Дело в том, что если вы рывком удвоите и утроите, это будет очень неэффективная вещь. То есть, надо совсем спокойно ставить себе задачу на постепенное, то есть, в течение, скажем, трех-четырех лет постепенное увеличение. Потому что, не деньгами, в значительной степени решаются. Потому что, если вы просто пытаетесь деньгами решать проблему, а людей нету, инфраструктуры нету, следовательно, здесь должна быть действительно очень серьезная программа по концентрации всех ресурсов. Вот у нас был же, соответственно, еще и точный курс, мы говорим, что должны быть ресурсы. Деньги — это только часть ресурсов. Выделение денег отчасти помогает. Но нужно будет совершенно точно, то есть, надо понимать, что это еще другие ресурсы, а их зачастую нет. Людей уже нет. Тогда не получится, что они все равно будут... Нет, Значит, соответствующим образом, еще раз говорю, это задача, которая решается поколениями отчасти, потому что это образование. Значит, соответственно, надо потихонечку привлекать людей, начинать потихонечку им платить достойную заработную плату, не ждать, что сегодня ты вот вчера посадил, сегодня уже что-то выросло. Но должна быть четко уверена в том, что у страны должно быть будущее, и, соответственно, нужно одно и два поколения положить на это. И тогда через два поколения появится совершенно... Как это звучит, Василий Казахстанович, страшно, да? То есть, когда ты в том поколении, в котором все равно он тляжет на эти рельсы... Мы с вами уйдем, и вы в части геологической истории. И только тогда, соответственно, что-то появится, потому что резко ничего не изменяется. А если вы просто вольете денег, Что получается? Что ведь человек же принимает решение в условиях своих каких-то ограничений и понимания, что ему жить там столько-то, да? То есть, соответственно, ему нужно тоже принимать решение. Готов ли он сейчас потратить... Вот хочет ли он, чтобы экономика потратила там на нанотехнологии, особенно с учетом того, что периодически в тот же Роснано приходит и счетная палата, и другие организации не стыкуются. Вот. Либо он хочет получить вот сейчас и сегодня. То есть, кто готов на себя, если должен быть кто-то, кто готов на себя взять принятие такого решения? Если мы идем во власть, мы идем в принятие долгосрочных стратегических решений. И если мы их приняли, их нужно обеспечивать в течение очень длительного промежутка времени. Вот если мы принимаем какую-то программу, то она должна быть обеспечена несколько поколений людей, которые приходят во власть, должны, естественно, понимать. Это должна быть действительно абсолютно понятная всем идея, которая поддерживается ною вами, потом к за нами придут еще кто-то, еще кто-то. И тогда страна вытаскивается. А если у нас с вами постоянная смена людей, которые приходят и у всех в мировоззрение, как у снегоуборочной машины, то это все равно. Ну, у нас уже давно никто не приходит, нам уже последние лет 12. Ну да, мы их назначают. Поэтому, Василий Кузьмин, значит, меня еще какой вопрос мучает? А можно это все сделать? Вот вы уже говорили о глобальной экономике, да? То есть, вот в любом случае идет там сравнение, если судостроение Китая, Корея, Япония, там, если точно судостроение, там, еще и европейские страны подтягиваются. То есть, вот мы говорим о каких-то мерах, да? То есть, вот сокращение темпов инфляции, развитие сельского, ну, с чего мы начинали. А возможно это вообще сделать в условиях глобальной экономики? Когда в рамках отдельно взятой страны, то есть, можем ли мы выстраивать такую систему, говорить о инвестициях, когда экономика фактически становится глобальной? Намного сложнее. Вы правы. Намного сложнее. Дело в том, что вы об этом, кстати, начали говорить. Вот я детям нашему бакалавриату преподаю, значит, там, ну, кроме там общего укрепляющих макро-микроэкономики, еще есть международная экономика. В международной экономике есть вот эти модели Рикарда, Фекшера, Олина и многие другие там сравнительные преимущества. Очень приятные на слух модели. Вопрос, а что же ими не пользуются? Почему они не живые? Почему американцы, англичане делают прямо противоположное? Почему они защищают внутренние рынки? Почему они поступают так, так, так? А как? А этого всего нет теории. А потому, что эти теории, опять же, там нет времени, они не живые, они не развиваются. Получается так, что на сегодняшний день для того, чтобы, вот вы об этом только что сказали, что сначала нужно сделать нечто неэффективно, но этого должно быть. То есть, у нас надо создать реиндустриализацию, надо создать промышленность, и она не должна, она не будет эффективной. А потом стоять задачи повышения эффективности. Но, если мы говорим, что экономика это для людей, то тогда ты создаешь рабочие места, рабочие места дают заработную плату, у людей есть работа раз, у людей доходы два, а вторая задача это сделать это более эффективно. Если мы изначально имеем прекрасное финансовое образование, говоря так, эффективно, неэффективно, эффективно, неэффективно, то страна тогда будет отбрасывать, и мы соответствующим образом не будем иметь целый ряд необходимых для нормального функционирования системы секторов, и будем очень сильно зависеть. Например, на сегодняшний день ряд секторов нашей экономики уже настолько интегрированных в глобальное хозяйство, что, на мой взгляд, они уже в большей части являются элементами глобального хозяйства, чем элементами нашей экономики. И управлять тогда национальной экономикой, когда у тебя половина экономики интегрирована, очень сложно. Более того, процесс состоит в том, что мы для теперь глобальной экономики постепенно создаем общие правила игры. ВТО. Вот без ВТО мы могли что хочу, то и выращу, условно говоря, да? А теперь нет, когда ты подписался под этими правилами, да, у тебя есть переходный период, но тем не менее, тебе сложнее будут многие защищать, а это надо защищать. Ну, никуда не... Если все сегодня, кто живет хорошо, начали с того, что защищают, делают неэффективные, но делают, перебрасывают ресурсы, занимаются структурной политикой, дотациями и выстраивают разумную структуру экономики, на которой зиждется потом благосостояние людей, то если сегодня подходить с финансовой точки зрения, ты ее никогда не выстроишь. И у тебя она будет однобокая, она у тебя будет строена в мировое хозяйство. И, соответственно, все шоки из мирового хозяйства будут тебе приходить вот так. и просто за секунду. И ты получаешь все эти проблемы. Следовательно, стабильность нашей экономики на сегодняшний день, неправильно говорю, выстраивание стабильной экономики, конечно, усложняется в условиях тогда, когда ты подписываешься под этими правилами игры. Самое неприятное то, что правила игры не тобой диктуются. Но все-таки стабильной экономики я так вот услышала. Выстраивая. Да. Или стабилизация, скажем, вот так. Василий Константинович, знаете, вот я думаю, что вы говорили социология, психология, что там уже лучше наработано то, что связано с развитием. Может быть, это связано еще с тем, что там все устойчивее. То есть вот человек, он, конечно, тоже меняется на протяжении длина рук, размера ушей и так далее. Но все-таки не так интенсивно, как экономика. То есть не получится ли так, что вот мы определили для себя точки роста. мы даже наметили, пошли на ограничение какого-то своего собственного потребления за счет того, что мы сейчас хотим инвестировать. А так все поменялось, что мы инвестировали, а решение оказалось ошибочным. То есть оно было справедливым, но вот на тот момент, когда мы принимали решение, да, и оно окажется абсолютно ошибочным к тому моменту, когда мы доживем до этой точки, до которой мы работали, собственно говоря. Соответствующим вам ничего страшного не бывает. Вот для этого есть понятие стратегии, потому что стратегия это цель в структуре. Если изменяется внешняя среда, к сожалению, надо менять цели. И ты ничего не сделаешь. И ты ничего не сделаешь. То есть вот насколько, опять же, временная вот эта гибкость получается, насколько развернутесь возможности экономика? есть постоянная адаптация к изменяющимся условиям, потому что мы являемся частью целого. Наука, когда развивается, наука без внешних обстоятельств, она бессмысленна, потому что любые законы, которые мы рассматриваем, они всегда действуют только в определенных обстоятельствах. Законы, эти обстоятельства, в рамках которых они возникли и функционируют. Если обстоятельства меняются, то, во-первых, надо пересматривать где связь, а законы – это связь. И, во-вторых, соответствующим образом надо перестраивать стратегию. Да, это будет стоить денег, но дело в том, что из двух зон надо выбирать меньше. Или ты перестраиваешься, адаптируешься и выживаешь, либо ты этого не делаешь, и тебя история не прощает. А все стоит денег. А вот если мы все-таки попытаемся нарисовать какую-то идеальную картинку? Идеальное по определению недостижимое, да. Но вот рисуем все равно какое-то светлое будущее. То есть, на ваш взгляд, опять же, если наша российская экономика в условиях того, что действительно есть отрасли глобальные уже на сегодняшний день, то есть, что это должно быть? То есть, какие отрасли, в первую очередь, на ваш взгляд, тогда нужно реанимировать для того, чтобы это... Вот на сегодняшний день в условиях того, что есть сейчас? Потому что мы... Вот наши коллеги, кстати, давно уже это прописали. Нам нужна реиндустриализация. Нам нужно восстанавливать ряд отраслей, некоторых создавать заново. Еще раз говорю, в тот факт, что они вначале будут неконкурентоспособны, нас не должен останавливать. А получится ли так, что они вот смогут стать конкурентоспособными? То есть, вот вы же сказали, да, что не всегда деньги, они все определяют, да, то есть, можно вложить, а конкурентоспособность все равно достигнута не будет. Да, то есть, вот сейчас, ну, уже судостроение мы цепляли, с учетом того, что у нас есть действительно программа обучения для судостроителей, как раз вот там развитие судостроительной отрасли. То есть, не знаю, там понятно, что есть отрасли, где мы все равно никогда не догоним, потому что уже поставленный на поток производство танкеров в Корее и Китае, это фактически массово, там уже все. Да, то есть, соответственно, можно, наверное, где-то, где еще отставание не так далеко, потому что там не за счет масштаба, а за счет как раз технологии еще идет конкуренция, да? Я совершенно с этим согласен. То есть, просто не окажется, что у нас, несмотря на серьезные инвестиции, не окажется кадров, не окажется системы и не окажется воли вообще все это довести до конца. То есть, ну, мы знаем о нашей беде, не знаю, насколько это вот в рамках нашей темы, которая здесь связана, очевидная беда, то есть, что не все деньги, которые идут на развитие, рассматриваются теми людьми, которые принимают решения, как деньги, которые нужно отправить на развитие проблемы, а не, собственно, потребление. Вот. То есть, так, я мягко попыталась это сказать. Но, вот, не получится ли, что это неразрешаемая задача в условиях того менталитета, который есть? Очень сложный вопрос. Действительно, вот, опять же, возвращаясь тогда к тому, о чем мы начали. Поскольку, поскольку развитие представляет собой достаточно такое много, не хочу сказать, многофакторное, multidimensional, многомерное понятие, вот эта вредность чтения на английском, чтения лекции на английском, что сначала приходит другой термин. когда это многомерное понятие, то оно включает в себя, безусловно, экономические, и политические, институциональные моменты, в том числе, и человеческие. И когда мы говорим, все-таки, еще раз говорю, экономика, это наука, которая описывает, как мы с вами живем, и она работает на нас. Поэтому, понимание того, что и институты, и, соответственно, личность должна быть развита, и тогда в развитой личности, развитые институты поддерживают экономический рост, здесь вы полностью согласны, я полностью с вами согласен. Поэтому, я думаю, что, безусловно, вот то, чем мы занимаемся, образованием, и помогаем развиваться, и саморазвитию практически всех, кто к нам приходит, это вот та задача, которая, в том числе, и работает на развитие нашей экономики. Потому что, если мы не будем развивать нашу с вами молодежь, бизнесменов, публику, политиков, то, соответствующим образом, с этими людьми, тогда развитие не получится. Нужно развивать институты, нужно развивать личность, нужно, чтобы работало образование, и тогда образование в значительной степени будет оплодотворять вот весь этот комплекс проблем, которые мы пытаемся решить. Образованные люди это решат. У образованных людей другие цели, другие перспективы, и они по-другому видят мир. А те люди, у которых вот такое мировоззрение, они естественным образом, я боюсь, что могут испортить. И вот это... То есть максимизация личной... Я не знаю, даже доходов или чего, а там вообще... Ты же не можешь ездить в два горла, ездить на двух машинах, жить параллельно там в двух домах. Просто есть определенный уровень потребления, который обеспечивает тебе нормальное функционирование. Посмотрите на уровень накопления в Китае. Из 100 юаней они более половины общий уровень, да? Значит, не только личный уровень потребления, я имею в виду. Вот называется gross savings. Из 100 юаней накапливается 50 с лишним. В Штатах 12-13, в Европе чуть-чуть больше. У нас там, ну, порядка, пускай бы, 30. Так, представьте, значит, соответствующим образом, какой уровень инвестиций, какой уровень запаса мощности в экономике, у которой есть такое национальное сбережение. Я понимаю, почему они так это делают. Но, тем не менее, если мы на сегодняшний день создаем условия, при котором у нас увеличится уровень национальных сбережений, появятся длинные деньги, появятся институты, появятся ресурсы, и если мы постихонечку начинаем воспитывать людей, то я думаю, что, может быть, через 5-10 лет появится публика самодостаточная, которая будет реализовывать не идеи потребления, а идеи развития уже социума, страны и так далее. В этих тяжелых, или даже, да, более тяжелых условиях, которые будут на их плечах, потому что, еще раз говорю, что ситуация развивается таким образом, и она не столько становится сложной, сколько то, что вчера, пардон, то, что вчера было сложным, превращается в рутину, а новые вещи, они, мы говорим, усложняются все. просто доля простого и сложного, видимо, балансируется, потому что то, что сегодня сложно, завтра будет рутиной, а послезавтрашнее сложное будет упрощаться постепенно нами же. Мы для этого существуем. Поэтому я думаю, что... То есть, на самом деле, если, когда немножко возвращаясь вот не к последнему того, что вашему тесту, то, что вы сказали, что получается, что, в принципе, вот это вот, ну, если мы говорим Китай, да, то есть с высокими нормами накопления, там еще понятно, что, ну, миллиард 300 посчитанных, сколько там на самом деле, кто его знает, но там, если мы берем средний уровень жизни, значительно все-таки... Существенно. Раза в два. Да, я думаю, значительно хуже пока, чем то, что есть у нас. Вот. Но, в принципе, что получается, что еще и дифференциация доходов, она очень существенная между первыми кто и последними кто, она получается фактором, который отрицательно влияет на экономическое развитие. Мы опять затрагиваем, если у нас с вами, если мы посмотрим на динамику, если китайская экономика растет, то уровень доходов китайской экономики растет, ну, чудовищно идет расслоение, и появляются вот эти миллиардеры. Наша российская экономика растет, доходы растут, чудовищное расслоение. Как только американская экономика повышает темпы роста, у них то же самое идет везде и всюду. Следовательно, к сожалению, закон один и тот же. Если целое растет, то увеличивается стандартное отклонение, я не знаю, там, любыми можно методами посмотреть. Растет дифференциация. И ничего не сделается. Ничего не сделается. Значит, соответствующим образом надо просто принять к сведению тот способ, который существует у системы, когда она развивается. Если система развивается, не важно, что это целое. Это ВВП, это может быть заработная плата, может быть производительность, что угодно. В результате, если у нас с вами растут доходы, то рост доходов подразумевает увеличение дифференциации. Я думаю, что здесь мы можем даже как-то открыть новую страницу, наша страна. Мне кажется, что и в условиях падения доходов, и падения темпа роста ВВП, у нас дифференциация может все равно умудряться расти. Это не просто, а это абсолютно верно. Еще раз говорю, любое изменение целого, причем, то есть, с плюсом или с минусом всегда идет за счет дифференциации. Вспомните 98-й год, как только у нас с вами, у нас в 98-м году, когда у нас произошел дефолт, у нас в начале года мы, соответственно, убрали 3 нуля, у нас в августе было 6 рублей тогда было, а в октябре, по-моему, уже было 26. Было 32, потом 24. Да, да, то есть, вот резкий скачок. Поскольку это привело к очень серьезному обесценению денег и соответствующему падению наших доходов, между прочим, тут же увеличилась дифференциация. Просто фантастически увеличена дифференциация. Появилась масса бедных и сразу очень много богатых. То есть, как в физике, у тебя ничего не исчезает и не возникает, все перераспределяется. Поэтому, как только у нас с вами общий уровень снизился, то произошло мощнейшее перераспределение доходов, доходы сконцентрировались в одной очень небольшой части, а все остальные остались без доходов. И ничего ты не сделаешь. Либо ты понимаешь, что это закон, и вот так мы развиваемся, либо, значит, его можно попытаться переделать, но не получается. Вот в силу того, что не получается, да, то есть, опять же, если мы говорим о светлом будущем, да, то что может быть, что развитие и интересы тех, кто, ну, в общем, оказался в той части, которую перераспределили, в общем, они-то получают заинтересованной максимизацией вот этой части, а не столько максимизации общего дохода. Они получают увеличивающуюся часть благодаря тому, что растет средняя. И они своим доходом толкают среднюю. Это взаимозависимые вещи. Вы правы. То есть, вот, чтобы здесь у нас... И еще такой момент, то есть, на самом деле, если мы говорим там о развитии, да, ну, вот мы с вами когда-то были на одних галерах с предпринимательством связаны, да, и, в принципе, если мы говорим там о развитии предпринимательства, это не та тема, которую мы с вами обсуждали, но, в принципе, просто тут мне... Если мы говорим о количестве тех предприятий, которые создаются, здесь важны входные барьеры, да, то есть не мешать. А вот если мы говорим о развитии этих предприятий, ну, банально, там даже, может быть, именно в количественном измерении роста, то есть увеличение численности занятых на этих предприятиях, то здесь не столько важно отсутствие барьеров, сколько прозрачность того, что происходит. То есть вот то, что называется, не знаю, как это перевести по-русски, то, что the rule of law, да, то есть вот чтобы... Это институты. Да, то есть получается, что мы все равно будем ходить, немножко попадая в такую ловушку. Нет, 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 не ловушку. Мы говорим о том, что если мы говорим про экономическое развитие, в том числе и про развитие предпринимательства, то составным элементом развития является развитие институтов и личностей. Следовательно, если вы будете говорить про экономическое развитие и имеете в виду только экономику, вот тут то эмбуш, тут засада. А если мы говорим о том, что если мы говорим про экономическое развитие, включая предпринимательство, то это а, для того, чтобы предпринимательство развивалось, нужно его развивать, чтобы он просто не делал единицу времени или делал меньше ошибок. Второе, это то, чтобы у нас с вами институциональная экономика позволяла этой части развиваться. Если мы не будем развивать институты, если мы не будем поддерживать, то, естественно, предпринимательство не будет развиваться. А без предпринимательства никакая экономика не развивается. Вот те идеи, которые в свое время классно описал Шумпетер, они живы до сих пор. Поэтому развитие экономики идет только через предпринимательные. Ну, опять же, наша экономика пытается доказать другое, что мы можем выжить без такого. Некоторое время у нас может получиться. Но уверяю вас, что если мы не поставим на ход предпринимателя, если мы ему не поможем, если не создаем институты, которые его будут поддерживать, то, к сожалению, у нас будет неполноценная экономика. И когда-то при прочих равных условиях это еще можно. Но всегда придет внешний шок, и вся эта система покажет нежеспособность. И наоборот, чем больше предпринимателей, чем больше толковых, грамотных, самодостаточных людей, которые кормят себя, свою семью, и еще вокруг себя какой-то комьюнити, то соответствующим образом устойчивость системы, понятно, что через колебательный процесс, будет выше. Она просто, этот шок ее не развалит. Она не развалится на части. Она не превратится, скажем, в составную часть, в другую систему. То есть экономика не развалится, Россия не развалится на части, и не станет примыкать к каким-то другим экономикам. Сырье суда, люди суда, что-то суда. Вот в чем проблема. И этот предприниматель, как раз та фигура, которая удерживает, которая в значительной степени сможет собрать экономику, стабилизировать, а придать ей гармоничность. Поэтому я считаю полностью, с вами согласен, что институциональное развитие, так оно нужно не только предпринимателю, оно нужно вообще бизнесу. Да, но предприниматели прежде всего. Это самое хрупкое. Он на взлете, у него еще нет той критической массы, он еще не встал на ноги. Поэтому здесь-то как раз его держать, держать и держать. Держать нужно и финансами, и рула в лоу. Не знаю, как бы, насколько, вот, завершая, да, то есть вот ваша вера в то, что в сегодняшней ситуации вообще возможно при разумной политике, да, при инвестировании вот в индустриализацию, реиндустриализацию страны, развитии институтов, есть шанс на то, что мы будем через какой-то промежуток... Вы же так сказали, если, если, если. Вот если мы сделаем это, 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 то мы не пропадем. Если этого, этого, этого не будет, то система будет находиться в критическом состоянии очень долго. Ну, на этой оптимистичной ноте, я так понимаю, мы можем попить кофейку. Да, 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 да. Да, и пригласить все желания. Дерябин Максим Александрович, выпускник УШМ-2012. Вопрос такой, у меня много вопросов, но я не хочу узурпировать все время. Вопрос первый, задам два. ВТО, последствия для текущего производства в России, очень меня волнует, вот именно ваше мнение. Именно для... Есть, понимаете, что, на мой взгляд, вот, я еще раз говорю, что я могу ошибаться. Поскольку ВТО это правила игры, по которым играют все, я не говорю, что они хорошие или плохие. Просто пока по ним играют все. Эти правила придумали не мы. Но они в целом отвечают принципам рыночной экономики. То эти правила будут влиять на нас в долгосрочном плане. Усиление конкуренции в долгосрочном плане в конечном итоге приведет к некоторым позитивным изменениям. И это так. Другое дело, что переход и приспособление нашей экономики к этим правилам потребует до значительных ресурсов, времени и перераспределения национального дохода. И, уверяю вас, кто-то пострадает, кто-то выиграет. Поэтому переход к этим правилам международным приведет к существенному перераспределению национального дохода. И будут те, кто доволен, будут те, кто недоволен. — Ну, здесь дополняющий тогда. Вы считаете, ваше мнение, опять же, мы способны вообще в принципе с ними конкурировать? — А почему нет? — То есть ответ — да. — Я думаю, что по всем позициям нет. А те позиции, которые на сегодняшний день уже развиты, тем более если под ними стоят технологии или другие ресурсы, то мы совершенно спокойно конкурентоспособны. Если вы будете говорить про конкурентоспособность нашей нефти, газа, пеньки и меда, — все прекрасно. Но вот плохо то, что только это. Да, если мы создадим постепенно. Посмотрите, есть там компании, которые выходят и становятся заметными игроками мирового хозяйства. Но они же конкурентоспособны. И зачастую без поддержки со стороны властей. Потому что есть вот такие люди, как вы, которые понимают, которые вкладывают, которые не потребляют вот так по 2, по 4, по 6, по 8, и инвестируют в людей. И смотришь, компания через 5-6-7 лет уже принципиально другая. А через 10 лет она уже на мировом рынке. Ее уже замечают. Опять же, посмотрите, вот очень интересная была статья в «Эксперте». Валерий Фадеев написал про компанию «Т-платформа». Отвечая на ваш вопрос. Мы делаем суперкомпьютеры. Да вот они сделали ломоносов, которые стоят в МГУ. Они сделали другие. И они ориентируются на сегодняшний день, на университеты. И если вот это 500 топ-суперкомпьютеров, да, 250 там. Это делали, соответственно, американцы. Понятно. Второй номер – это китайцы со своими суперкомпьютерами. А у нас 8. Ну вот эта маленькая компания, она вышла, она как условно маленькая. Она делает, но хитрость состоит в том, что как только она… Она пошла вот так развиваться, у нее угол очень большой. Она стала иметь в Силенде отношения с Германией. Она стала производить ценовый миро рынок. И вот тут им стали ставить ножки, потому что кто же все выращивает игрока. И соответствующим образом американцы начинают очень своеобразно себя вести. Они говорят, а вы купили лицензию на покупку того-то, 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 чтобы потом это все продавать, и вообще у вас продукция двойного соответствующего применения. Все. И у тебя соответствующим образом могут не покупать то-то, поскольку тебя твой конкурент ставит или играет по своим… Он же придумал правила игры. Он соответствующим образом ведет себя. То есть я хочу сказать, что а, конкуренция будет, конкуренция будет жесткая. В некоторых случаях нужно подключать жестко совершенно силовой ресурс, я имею в виду государства. Но тем не менее, компания уже есть. На мой взгляд, что мы очень торопимся, потому что многие страны стали великими за 150, 200, 300 лет. А у нас нет пока этого ресурса. Все это на ваших глазах растет. Нашему бизнесу очень мало лет. А его надо выращивать поколениями. А хочется быстрее. Ну мы же не китайцы, которые вчера посадили, а сегодня лучше не кушать хочется. Поэтому выкапываем и быстрее все это дело в рот. Ждать надо, на мой взгляд. Я не знаю. Эти процессы очень длительные. К этому сразу второй вопрос тоже, думаю, с быстрым ответом. То есть я вас слушал, и у меня создалось впечатление, что сейчас из реальных секторов экономики для каких-то текущих изменений очень здорово подходит. Но действительно, я считаю, конкурентоспособны в будущем. Это только сельское хозяйство. То есть и вы как бы тоже в своем монологе сказали, что сельское хозяйство как раз и поможет нашей экономике выровнять и темп инфляции. Я думаю, да. Оно решит. Оно решит сразу. Например, накормит себя. Смотрите в нашем львом. Зайдите в гастроном. И вот эта полка. 80% Москва и Питер это импортный. Самое страшное, что если вы посмотрите на структуру торгового баланса России, то мы нетоэкспортер за счет, соответственно, энергоресурсов, стали и так далее. А если вы посмотрите по продуктам питания, то мы стали давно нетоэкспортерами. То есть мы импортируем гораздо больше, чем экспортируем. Во-первых, следовательно, развитие сельскохозяйства поможет нам выровнять эту часть. Второе. Если вы посмотрите на то, что мы стали сегодня, то мы стали вторым в мире нетоэкспортером после Японии. Я понимаю, что они там живут на четырех скалах и им как бы негде выращивать. А мы с нашим черноземом, с нашими пространствами, это что такое? Да, мы можем себе позволить. Значит, соответствующим образом надо все сделать, чтобы сельскохозяйство встало на ноги. Это будет еще один очень серьезный игрок на мировом рынке. Спрос на продовольствие будет расти. И не просто на зерно кормовое, а на все виды продовольствия. Его надо поставить на ноги, поддерживать. И я думаю, что лет через 10-15-20 у нас вырастет очень существенная отрасль, которая, во-первых, будет экспортировать, мы будем себя кормить, у нас уменьшится зависимость от импорта. И в целом это будет как раз на пользу, потому что будет изменяться структура экономики. А что такое сельскохозяйство? Это инфраструктура, это дороги, это люди будут жить за городом, они не будут жить в Канаве. Ну и так далее, да. Спасибо. Не, не за что, да. Это, наверное, и самое страшное, что... Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Чернигов Леонид, программа MBA-8, 2005 год. Ну, как бы тоже вопросов несколько. Значит, первый, все-таки налицо кризис капитализма в его идее. Непонятно. А? Непонятно. Непонятно? Непонятно. Ну, я имею в виду, что капитализм, собственно говоря, его основная идея – это развитие, непрерывное развитие. Любая система ограничена в своем развитии. Ну, сегодня она ограничена земным шаром. Наши товары, которые производятся, и наши, я имею в виду, в глобальном смысле, товары, они нужны больше нигде, как на земном шаре. Ограничены ресурсы, ограничено количество потребителей. Поэтому теория в данном случае, ну, это как бы мнение не мое, это общепризнанно. Она находится, ну, не работает уже сегодня на, фактически, развитие основных стран, которые и пользовались этими. Собственно говоря, для чего нужна сегодняшняя мировая экономика? Основные пользователи – это транснациональные корпорации, и все сделано под них. И нас втащили в ВТО для того, чтобы, так сказать, то, о чем вы говорите, что, значит, у нас не осталось отраслей. Действительно, их не осталось в конкурентных способах. Ну, вот ВТО – это окончательно добить, что еще есть. Потому что, ну, таможенными пошлими нам не дадут защититься. Но, скорее всего, и ВТО через ближайшие 2-3 года умрет. Потому что, ну, кризис, он налицо, причем достаточно серьезный системный кризис. Так все-таки вы считаете, что теория современного капитализма, она жива и позволит стратегически развиваться человечеству? Или все-таки будут искаться другие альтернативы? Я не знаю, что это теория современного капитализма. Я считаю, что человечество найдет способ выйти из этой ситуации. Я с вами согласен, что с ресурсами ресурсы ограничены, и ограниченные ресурсы будут создавать нам серьезный вызов. Но вместе с тем, посмотрите, посмотрите, как мы решаем проблему энергетики. Мало было дров, значит, стали использовать уголь. Не хватает угля, стали использовать нефть. Не хватает нефти, добавляем газ. Не хватает газа, добавляем других энергий, других видов энергии. Соответствующим образом, технологически мы решаем. Когда в 73-м году произошел, помните, во время арабо-израильской войны, в 73-м году поднялись цены в пять раз, а потом через некоторое время еще в два раза. В результате, чуть ли не за полтора года, не помню, приблизительно, они поднялись на порядок. Был вой какой у нас в печати, что у нас произошел энергетический кризис. И тут я читаю, я вам рассказывал, я читаю статейку, которая говорит о том, что у нас нет энергетического кризиса. Есть кризис технологический. С этими технологиями у нас, соответствующим образом, проблемы. Как только решили проблемы с технологиями, кризис куда-то пропал, цены упали, потому что спрос уменьшился, соответственно, мы стали меньше получать доходов, сломался Советский Союз, произошли мощнейшие геополитические изменения. На сегодняшний день аналогичные вещи начинают происходить. Мощнейшие сдвиги уже пошли. Мы их не видим, но они связаны с технологией. Вот когда я говорил про развитие, развитие — это система, которая неравномерна, и она развивается, любая система нелинейна. Нелинейность связана с тем, что мы многие вещи либо не видим, потому что процессы идут очень медленно, либо мы о них не знаем, они скрываются. Но это уже факт, что мы постепенно создаем такие технологии, которые позволят нам в ближайшее будущее решать те или иные проблемы. Но вот по-другому не бывает. Это нелинейный способ развития. Потому что да, по некоторым позициям действительно на сегодня с нашими технологиями кажется, ну все, тупик. А нет. Есть уже что-то такое происходит, что позволит нам решить эту проблему. И то-то, то-то, то-то уже не случится. Как у Булгакова. Помните, вот он спрашивает, а будет ли сегодня Берлиоз на заседании Мосс-Солида? Он говорит, нет. Как нет? Он говорит, а Аннушка уже купила подсолнечное масло. Не только купила, но и разлила его. И что? А он не будет сегодня на заседании? Вот так, вот уже масло кто-то разлил. Мы этого не видим и не знаем, но процессы уже идут. Они нелинейные. И по некоторым позициям действительно тяжело, скажем, по той же самой, по воде, по энергии я уже вижу, каким образом решается. Посмотрите, вот это там, дурацкий сланцевый газ. Сколько он может на сегодняшний день наделать дел? Потому что если штаты на сегодняшний день будут независимы, то есть у них же энергетический кризис, в каком плане? Цены на газ упали, предложения, все ломанулись туда, предложения увеличились, цены упали. Соответствующим образом они повлекут за собой изменения цен на нефть. Следующим образом это уголь. Уголь начинает экспортироваться. Соответствующим образом изменяется мировое хозяйство. Если раньше они полностью контролировали, в том числе и вооруженным путем, все соответствующие источники и источники доставки, то когда это не нужно будет делать, вся мировая геополитическая ситуация может постихонечку измениться. Может. Потому что мы не знаем, какие еще события произойдут. Я вот к чему, что нет такой фатальности у меня. И мне кажется, что человечество в среднем достаточно разумное, и мы многие вещи сможем решить. Я еще говорю, но понятно, что вызовов очень много. Вот такое мое представление. Да, хорошо, спасибо. И второй вопрос. Сейчас такая бытует теория создания таких мирового уровня технологических центров. Один из них там действительно штаты, за ними и приоритеты. Вы правильно отметили, что большинство технологий, они фактически оттуда. Ну и безусловно, штаты сохранят это лидерство, несмотря на свои огромные долги. Это сегодня очень серьезный отрыв. Если мы этого не видим, то их оборонные затраты по сравнению с их затратами на науку менее страшны, потому что будет мощнейшая технологическая отсталость. Ну хорошо, вот в этом технологическом пространстве какова, на ваш взгляд, роль России и с кем она может действительно иметь какие-то альянсы? Очень сложный вопрос. Если сегодня наука становится вот таким вот фактором, который будет делить нас на белые, синие, вертнички, на те, кто будет жить хорошо, и те, кто будет жить или будет все время догонять, то... Я не знаю, и надо... Очень сложный вопрос. Очень сложный. Он политический. Он политический. Потому что понятно, что Китай делает очень серьезные шаги в правильном направлении. Если еще раз говорю, ты смотришь по суперкомпьютерам. Если мы, американцы, сделали истребители пятого поколения, мы там четыре плюсом стремимся. Рядом никого нет. Китайцы серьезно сюда подходят. То есть я смотрю, что на сегодняшний день китайцы, потому что они вкладывают в образование и в науку, делают колоссальный рывок. И если через, скажем, поколение они будут так продолжать, то у них появится очень серьезный, то есть это будет очень серьезный конкурент. И конкурент по... Ведь на сегодняшний день штаты номер один, но тем не менее вторая страна, которая, если я правильно помню статистику, которая лидирует по уровню лицензий и по производству лицензий, это Китай. Вот в чем дело. И вот куда. То есть партнеры, они рядом. Это Индия. То есть те страны, которые имеют более высокие темпы роста и которые имеют с нами стратегические интересы. Вот у меня такое впечатление. Очень сложное, я уже задаю, потому что ситуация может поменяться вот прямо наоборот. Добрый день, коллеги. Бастина Ольга, выпускник МВИ, 2012-б. Я бы хотела задать вопрос в продолжении только что обсуждавшегося. Вы предложили очень красивую теорию по поводу развития науки, образования в нашей стране, о том, что это должно быть. Я всеми лапками, собственно, за. Но из того, что вижу я, то, что делается в нашей стране в плане образования и развития науки, мне кажется, идет ровно в обратную сторону. Система, которая предлагается сейчас, новый закон об образовании, начиная с дошкольного, школьного, вузовского и так далее образования, создает такую систему, которую я и многие, скажем так, мои знакомые при обсуждении видят, что если ребенком его родители не занимаются, то получается уровень, мягко скажем, ниже среднего. А государство на себя функции этого развития не берет. Видите ли вы что-то в этом отношении, какие-то, может быть, шаги, которые мы не понимаем и не видим? Что вы можете сказать по этому? Я думаю, что вы все видите, все понимаете. Поскольку мы с Ольгой Рафаиловной находимся в этом кластере, то мы видим, что колоссальная проблема идет дегуманизация общества. У нас уменьшаются инвестиции в исключительно важную отрасль народного хозяйства, на основе которой идет экономическое и вообще социальное развитие, это образование. Я не говорю про медицину, это вторая отрасль, потому что человек должен, а, во-первых, быть здоровым, а потом, соответствующим образом, еще к тому же, не идиотом. Значит, соответствующим образом, то, о чем вы говорите, это исключительно важно. И я не вижу, я, к сожалению, полностью с вами согласен, и когда это мы все обсуждаем, нас это просто касается напрямую. Потому что мы в этой системе, мы видим все, что происходит, это внутри, и нас это не только не радует, а очень сильно разочаровывает. Потому что я прекрасно понимаю, например, когда, допустим, у нас здесь говорят, что у нас должна была быть построена такая skill-oriented university, отрицание в определении. Потому что университет — это система, которая развивает человека, которая делает его личностью, и образование направлено на то, чтобы человек становился личностью, занимался саморазвитием. К нему, конечно, добавляется умение, я понимаю, но университет, прежде всего, формирует новую общность. Когда я говорю «жи-ши» пишется с буквой «и», это не значит, что вы завтра повышаете производительность труда. А вы другой человек, вы по-другому видите мир, соответственно, есть математическая грамотность, такая-сякая, пятое-десятое, и вы видите мир по-другому, вы по-другому ставите задачи и их решаете. Потому что сегодня, вот посмотрите на вас, да, вы окончили нашу школу, я не знаю, вы почувствовали или нет, вы можете просто прокомментировать сами, но тем не менее, да, решать задачи вы, допустим, стали чуть-чуть лучше, и ваша рыночная ценность повысилась, и еще больше ваша ценность растет, когда вы будете уметь не решать задачи, а их ставить. А для этого должен быть другой подход к жизни, для этого должно быть другое образование, вот широкое. Когда гора есть, а под ножью горы нет, это паскудно, ведет. То есть ты не видишь некоторые вещи. И отход именно от такого рода мышления. Поэтому я, к сожалению, полностью поддерживаю. И эти проблемы нас очень-очень сильно волнуют. Очень сильно волнуют. Это людей, нехватка, постоянная ротация кадров, нехватка. Потому что, посмотрите, у нас нет молодежи. Ольга Рафаэнл, согласны, да? Нет молодежи. Ну вот сейчас нас как бы выпрут на пенсии, извиняюсь. Все. Ну вот еще чуть-чуть, и до свидания. А потому что здесь нет такой заработной платы, здесь должна быть совершенно другая атмосфера, должна быть другая, ее надо создавать. И люди, которые этим управляют, должны понимать, что атмосфера, тот институт, про который говорил Ольга Рафаэллова, он должен быть создан. Потому что для любого развития должны быть не только материальные условия, то есть вот как-то матчасть, должны быть люди, но еще и институты. Должна быть атмосфера. И наука здесь тогда будет развиваться, и люди будут себя чувствовать прекрасно. И соответствующим образом отдача пойдет, тогда сюда пойдут люди учиться. А если потихонечку, соответственно, ага, меньше денег, меньше этого, меньше этого, все это дело зачахнет. Как я вижу на примере окружающих, людей, которые хотят, имеют возможность, время и так далее заниматься своими детьми, их слишком мало, и получается гигантское расслабление между людьми, скажем так, ниже среднего, и тех, кто поднимается наверх. Да, это правда. Это правда. Это, наверное, всегда было другое дело, чтобы почему-то потом уничтожали людей, которые... Да, важно еще, чтобы их не отстреливали, не сажали, да, и не выгоняли, и не сажали на специальный пароход, который ту-ту-у, и туда. Владислав, выпускник программы Executive MBA 2013. Вот вы говорили сейчас до этого о том, что необходимо инвестировать в науку, необходимо развивать сельское хозяйство. Но при этом же прозвучало и то, что для того, чтобы инвестировать деньги, нужны институты. Мы все помним прекрасно, когда в строительной отрасли инвестировали деньги через ипотеку, все вывлилось в резкий рост цен, который потом послужил причинам более глубокого кризиса, чем если бы не было такого значительного развития этой отрасли в отсутствии возможного. То есть если бы не было таких вливаний в нее до этого. Поэтому можно ли говорить о развитии науки, можно ли говорить о реактивном развитии сельского хозяйства, если институтов для этого нет. Там нет менеджеров, которые могут получить деньги, там нет. Механизм, с помощью которых распределить эти деньги так, чтобы их не разворовали, а чтобы получили именно эффективные хозяйства, которые могли бы их использовать как точки роста. Кроме того, ресурсы ведь ограничены у нас. Безусловно, не всегда ограничены, в том числе и деньги. Не является ли более правильным инвестировать их в те отрасли, которые могут расти, которым не хватает этих денег, и в которых созданы для этого условия. Ну, например, та же IT-отрасль, которая более интегрирована в мировую, некоторое развитие именно у нас в стране, там через заказы, в том числе через госзаказ, могло бы позволить ей развиться. И действительно, там могли бы получить деньги более эффективные бизнес-едницы, если так можно выразиться. Согласен, я не вижу здесь никакого противоречия. Знаете, вот помните, я говорю, такая блестящая пословица индийская, что бивни хобуту не мешают. Да, надо обязательно и туда, и туда. Ну, просто одно второму не противоречит. Я просто говорю о том, что у нас есть стратегические какие-то точки, которые надо, к сожалению, все равно, на которые надо обращать внимание. Но, безусловно, а посмотрите у нас с вами, без серьезной поддержки государства на конкурентной основе вырос рынок связи. Но ты лишь подчет, лишь доказывает то, что более важно для того, чтобы были созданы конкурентные условия, институты для развития, чем деньги, которые нам необходимо инвестировать в ту или иную отрасль. Ну, нужны и то, и другое, но без денег. Потому что в данном случае пришли технологии, были деньги, были соответствующие увеличенные плечо заимствования, и эта отрасль встала на собственные рельсы. И я не вижу здесь противоречия. Да, ради бога, ведь экономика не сводится только к какому-то одному кластеру, одной отрасли. Я согласен, что надо поддерживать, скорее всего, целый комплекс. И, безусловно, вы правы, что комплексное развитие, оно и есть развитие. Не бывает некомплексного развития. Я не говорю про комплексное развитие. Я говорю о том, что если сейчас давать деньги в отрасли, которые к этому не готовы, в которых нет частных инвестиций, в том числе потому, что они не готовы, то это не приведет, как вы говорите, к экономическому развитию. Это приведет к росту некоторых этих отраслей, которые потом могут привести, наоборот, к кризису. Или в любом случае эти ресурсы, которые туда будут влить, они будут использоваться неэффективно. Все понятно. Здесь очень важно... Посмотрите, есть китайский, японский и прочий опыт. После Второй мировой войны, когда американцы разбомбили Японию, соответственно, там были Хиросима, Нагасаки, когда тогда пришла американская администрация, когда значительное количество молодых японцев выехало в Америку, выучились, закончили их бизнес-школу, они вернулись. И вот после вот этих 60-х, начало 70-х годов, они пришли с мировоззрением. Что развивать? Надо развивать наиболее эффективную отрасль. Но управление было в руках людей с 300-летним стажем. То есть там были 80-летние старики, которые принимали решение. Сказали, нет, потому что согласно вашим канонам, надо развивать текстильную промышленность, обувную промышленность. Здесь у нас эффективно, здесь у нас мировой рынок, здесь у нас все дешево, здесь будет все хорошо. А мы будем развивать нефтехимию, мы будем развивать судостроение. Да, пока не конкурентоспособны, но тем не менее это надо. И соответственным образом подняли одну, вторую, третью, четвертую отрасль, сделали, вывели их, сделали конкурентоспособными, и после этого они превратились лидером мирового рынка. Следовательно, вот это сравнительное преимущество надо, оказывается, выращивать. И не страшно на сегодняшний день из стратегических интересов развития нашей страны, на сегодняшний день надо комплексно подходить к развитию этих отраслей, и на первых порах у тебя не будет эффективно. Да, но они нужны. И потом из них вырастет принципиально другое хозяйство, более эффективное. Но тогда у нас будет сбалансированная экономика. Вот я к чему? Что просто должен быть определенный баланс, должна быть гармония. А когда у тебя нет этой гармонии, то это очень, как бы так, мы, еще раз говорю, при отсутствии внешних шоков это не замечаем. А поскольку они бывают, то любой внешний шок тут же обнажает эти, вскрывает эти проблемы и приводит к тому, что мы в значительной степени теряем. Не сбалансированное, а рациональное, гармонично развитое хозяйство. Опыт показывает, что, например, когда произошел последний кризис, в меньшей степени, то есть везде был откат, но кто быстрее приспособился и кто удар выдержал лучше всех. Наиболее сбалансированные по структуре хозяйства. Это, как Павел, были развитые в промышленном отношении, развитые и не потерявшие промышленность страны. Следовательно, а, мы потому и провалились, потому что у нас структура была такая. И структура позволила эту шоку пройти и соответствующим образом откинуть нас на, ну, прилично, на несколько лет. А если была бы развита экономика и соответствующие отрасли, то этого не произошло. Поэтому я разделяю с вами вот эти опасения, но считаю так, что есть стратегический подход, который ни на два, ни на три, ни на пять лет, и тогда соответствующим образом, если мы начнем развивать нашу экономику, то ничего страшного, если на первых порах это будет неэффективно. Так делали все, кто сегодня встал на ноги, эффективен и имеет высокий уровень развития. И самое главное, что самодостаточен и менее подвержен шокам со стороны мирового хозяйства. Такой бы как бы ответ, я не знаю, сложный вопрос, непростой. Юрий Басин, выпускник МБА-2009Б. Вот мне кажется, что можно попытаться объединить то, что было сказано в основном выступлении, то, что прозвучало в вопросах, которые сейчас есть. Во-первых, если начинать со времени, там характеристики длительность, необратимость и последовательность, на самом деле, главная характеристика времени. И, значит, из того, что прозвучало, из того, что на самом деле очевидно, и вот вопросы про ограниченность, которые пришли, что на самом деле в процессе своего развития мы дошли к развитию во времени до такой стадии, когда экономика стала нелинейной не только в смысле нелинейности и колебательного характера, который был всегда, и квадратичных и более сложных степенах зависимостей, но ещё мы подошли к тому, что у нас экономика ограничена. Ограничена планета, ограничена ресурсами, ограничена ресурсами природными, ограничена ресурсами людскими. То есть экономии национального роста уже нет просто потому, что не может быть. И вот эти ограничения – это тоже нелинейность. Дальше прозвучала фраза, которая была у вас в выступлении, что экономика на эти вопросы не отвечает, экономикс не отвечает, который был создан до того. Экономикс, который был создан до того, был создан для линейной экономики в значительной степени. Прежде всего линейной в том смысле, что она была неограниченная. Римской империи было куда расширяться, дальше, к примеру, через всю историю, совершенно банальный. Япония расширялась за счёт американского рынка, Южная Корея за счёт американского рынка, а сегодня американский рынок… Да, а сегодня, когда мы пришли глобальную ситуацию, расширяться дальше нет. Вопрос, а у нас сегодня есть экономическая наука, нелинейная? Нет. Нет. Значит, и отсюда проблемы. Тогда вот дальше возвращаясь к тому, что у нас написано в заголовке нашего мероприятия. Экономический рост – это характеристика, ну если мы там банально возьмем ВВП, это характеристика линейной прошлой экономики. Да. А все, о чем мы говорим сегодня вот за этим столом, по-моему, сводится к тому, что поиск целей, вот последний пример с Японии, да, поиск цели развития там судостроения еще чего-то, вот то, что вы спрашивали, с одной стороны, это неэффективно, а вот зачем нам развивать сельское хозяйство, давайте мы пойдем сюда. Значит, поиск этих целей, он неэкономический. Да, это неэффективно, да, это не так, но мы хотим прийти сюда, ведь опять же, если мы говорим о стратегии, вот мы сегодня там, где мы находимся, куда мы хотим прийти, откуда мы берем эти координаты, к которым мы хотим прийти, и можем ли мы их взять из экономики, которая для нелинейных условий не создана. Вот там перефразируя, или там в значительной степени это прошло, что рассказал Василий Константинович, там, по крайней мере, в моем восприятии, это было о том, что на самом деле, а у нас нет таких координат. Нет. То есть нам надо эти координаты по-новую поставить, надо понять, к ним идти, и это не критерий экономического роста. Экономический рост нам вообще зачем? Чтобы сегодня дешевле занять там на суверенном рынке и завтра подешевле отдать, и успеть при этом не залететь, так как залетела Греция. А еще зачем? А он нужен, понимаете, он нужен в Китае для того, чтобы накормить там полтора миллиарда. Если мы у себя сократили неравномерность между богатыми и бедными, при том, что есть расслояние, но нет голодных, как в 90-е. Экономический рост у нас стимул сегодня зачем? Куда мы хотим прийти, и зачем мы хотим развивать науку? Чтобы завтра больше производить, или чтобы перейти вот те грани, которые на самом деле, может быть, сегодня не виды, а может быть, и непреодолимы. Потому что вот эта бесконечная аналогия в прошлое, да, вот там, казалось, уголь кончится, а вот тут нефть подоспела. Значит, нефть кончается, вот мы сейчас атомную энергетику сделаем, да. Хиросима случилась, не Хиросима, а Фукусима случилась, мы тут атомную энергетику давайте прижмем, сланцевый газ. Сланцевый газ тоже кончится, значит, мы приходим к принципиальным ограничениям. И вот этот процесс, когда мы эти ограничения все время отодвигаем, вот он кончился там, ну хорошо, не через 10 лет, через 50, но вот обязательно кончится. И все равно надо создавать вот эту вот нелинейную экономику, нелинейную постановку задачи и нелинейные траектории движения, потому что необязательно вообще из вот сегодняшнего состояния в то, можно прийти вот там, нарисовав прямую траекторию, да. И уж точно она будет совершенно неэффективной, вот или нелинейно эффективной, когда мы будем развиваться. Ну, принцип эффективности, может, отпадет, потому что вот мы говорим очень часто, что вот когда все хорошо и когда там предприятие растет, то тогда мы говорим издержки и прибыль. А когда плохо, вообще проблема прибыли от продают вообще, она не нужна. Есть проблема выживаемости предприятия. То есть проблема прибыльности, она только тогда на определенных этапах роста, когда система расширяется. А в критических состояниях нету задачи прибыльности вообще. Она просто по-другому ставится. И я полностью с вами согласен, что если у нас, а мы уже перешагнули, вот профессор Медоус, который делал модели, он говорил о том, что все, вот это пресловутое sustainable development, не случится, потому что мы уже перешагнули грань по многим ресурсам. Все уже, человечество в целом. Вот сегодня у нас 7, через некоторое время будет 10, и эти 10 уже никогда не сумеют так перевоспределять те ресурсы, которые у нас есть. И единственное, что мы можем себе позволить, это вот действительно вложение мы в науку через технологии, поддерживать тот уровень саморазвития и доходов, которые есть, и не более чем. Потому что действительно, ну скажем, некуда развиваться. Планета одна, ресурсы не улетимы и так далее. И, извините, вот можно еще там шаг назад. И на самом деле, вот как бы, вот общее рассуждение, да, а шаг назад, что это означает, вот тому примеру, который сегодня ненаградно звучал, да, мы хотим понизить инфляцию. Для этого нужно что, монетарная политика Центробанка, или, как было сказано наоборот, развитие сельского хозяйства, обеспечение продовольствия, там, стабильность и развитие цен, и это будет источником снижения инфляции, а не зажимания там. Я не понимаю вообще, каким образом методологически решается эта проблема. Как можно вешать на ЦБ задачу роста? Да, я прекрасно понимаю, что можно временно через монетарную политику так или иначе повлиять, там, ну, пришпорить коня. Но ведь его нельзя пришпорить, чтобы он бежал, там, двое суток, не к без, там, я не знаю, без остановки. То есть, если вы посмотрите последние интересные графики, ну, я не знаю, там, если нужно будет, я могу их выложить в интернет, потому что я подписан на многие интересные такие информационные записки, ноут и так далее. И вот мои американские коллеги показывают, что после вот кризиса 2008-2009 годов экономика в Штатах воспряла, она постепенно, вот эта чудовищная зависимость от набранных ресурсов и задолженность, она тянет ее вниз и потом на соответствующем образом, вот видно было, называется самое количество ограничений, ой, QE, да, на соответствующем образом они впрыскивают деньги, экономика чуть-чуть оживляется, снова идет дальше-дальше вниз, опять снова новая порция денег, сотни миллиардов она оживляется, и тенденция идет, к сожалению, вот к новому кризису, который будет, ну, там вот, понятно, когда-то будет он, был, так и есть стандартный колебательный процесс, но, тем не менее, количественные методы не решают, они чуть-чуть отодвигают, но не более чем, а вот структура может изменить. А, кстати, вот пример, который вы привели, по-моему, тоже очень важно, на самом деле еще вот, еще ограничение, которое мы получили, у нас всегда экономика была реальной, в плане исторической науки, да, она всегда через материальные обратные связи была завязана, да, если у нас сегодня соотношение финансово-виртуальной экономики, по сути своей, к реальной, там, один к десяти уже, по-моему, штатам, вот, то вот эти обратные связи не работают, вот тот пример, который вы приводили, это на самом деле, опять же, про это, и опять же, нет науки, которая умеет отсекать виртуальную часть от реальной. Да, это правда. Нету системы обратных связей. Если хотите, допустим, я вчера-позавчера, но я для своих целей, но мне пришла очень интересная статья от наших американских коллег, которая называется так «How big is too big?» или «А вот зачем нам нужен вот такой виртуальный финансовый сектор?» И они посчитали, какой масштаб должен иметь современный финансовый сектор для того, чтобы нормально обслуживать вот ту фантастическую экономику под названием США, по масштабам, по технологиям, в два, в три, в четыре раза меньше. То есть они говорят так «Не менее, от двух до четырех раз надо смело убирать, экономика оздоровится». И главное, что статья написана, они рассчитывают это, то есть полностью то, о чем вы говорите. Да, и это точно не экономические, не эффективные методы. Да. Они говорят просто, это фантастические расчеты показывают, что этот сектор просто не имеет никакого отношения к эффективности экономики. Его надо смело от двух до четырех раз сокращать, и именно это увеличит эффективность рациональной, то есть реальной экономики. Вот такая интересная статья есть. То есть хотите, я просто ее перешлю спокойно, почитайте, очень интересно. Там расчеты есть, которые… Что нужно сокращать? Стоп, это задача ставится. То есть экономисты – это люди, которые анализируют и говорят, вот у нас вот такие вот есть проблемы. А политики, они принимают решения, но правда в интересах определенных групп лиц. Это было, есть и будет. Не мы же с вами принимаем решения. Нам хорошо. Да, в этом плане нам проще. Татьяна Романюк, выпускница 2011 года. Я хотела вот развить как раз такую более прикладную тему, практическую для, в частности, для малого и среднего бизнеса. Вот учитывая, что прозвучало, это действительно проблема, невозможность нашей страны управлять длинными деньгами, и очень высокие ставки по кредитованию. Вот насколько вы считаете, просто ваше мнение как эксперта, насколько все-таки допустимо для нашей страны снижение ставки рефинансирования и кредитования малого бизнеса под более низкие проценты? Потому что я-то на самом деле абсолютно вижу потенциал роста как вообще в отдельных секторах, так и развития. И в частности, ну очень многие компании наши, многие другие из наших коллег, они нуждаются именно в финансовых ресурсах. Нуждаются. Нуждаются. И более того, безусловно, вот сейчас мы условно кредитуем, развиваем бизнес со ставкой от 14,5 до 18,5 процентов. Но я считаю, что это возмутимо, и тем не менее нам это удается. И, соответственно, насколько возможно сейчас в свете обсуждения и снижения этих ставек вообще реалистично для нас, для нашей экономики? Ваше мнение? Почему ставки высокие? Не потому что там сидят жадные и иррациональные совершенно люди. Потому что уровень рисков очень высок. И потому что, если я, скажем, дам вам, вам, я точно знаю, что вот она не отдаст, он не отдаст. И, соответствующим образом, я все риски, которые у меня связаны с гипотетической неотдачей, я перекладываю реально на тех людей, которые, или на тот бизнес, который, соответствующим образом, вытянет. Поэтому риск, связанный с неотдачей, повышает цену денег. Цена денег высока не потому что, вот, люди такие плохие, а потому что система находится в состоянии очень рискованного. Как только изменятся системные риски, то я думаю, что ставка процента пойдет вниз. Это раз. Что касается поддержки специализированных, скажем, там, кластеров или мелкого и среднего бизнеса, то даже в условиях вот этих рисков системных, как бы если бы, ну, еще у нас есть очень приличные финансовые ресурсы для поддержки определенных кластеров или секторов. С моей точки зрения, предпринимательство – это то, что является на сегодняшний день палочкой-выручалочкой. Потому что, а, это люди, которые сами себя кормят, создают занятость, которые создают опору. И если, почему не датировать? Почему, например, не брать банки 18, и, соответствующим образом, государству не гасить вам часть процентных ставок? Но по факту, по реальному какому-то делу, делу по реальным закрытым договорам, для того, чтобы просто деньги не уходили в песок. Поэтому, с моей точки зрения, это реально. Для этого нужна воля и понимание. Да, КПД здесь будет не сто процентов. Да, часть денег будет пропадать. Но в любом случае это лучше, поскольку кумулятивный эффект от развития мелкого и среднего предпринимательства, от развития малого бизнеса и предпринимательства вообще, будет гораздо больше. Поэтому, еще раз говорю, с моей точки зрения, должна быть определенная программа качественной поддержки всеми ресурсами. Вы не только в деньгах нуждаетесь. Вам нужны и другие ресурсы, и по арендной плате, и по образованию, и по многим другим программам, чем если она будет сделана на многие годы, то, уверяю вас, вот тут-то наша страна начнет развиваться принципиально по-другому. Потому что появятся другие люди с другими целями, и у них будут другие ресурсы. Это сделать можно. Но, еще раз говорю, ситуация простая. Ставки не потому высокие, потому что не понимают. Во-первых, соотношенная инфляция. Но инфляция более-менее разумна сегодня для нашей страны, скажем, 5-6 процентов. Хотя она, на самом деле, очень высокая по сравнению с нормальной сбалансированной экономикой. Но вместе с тем, еще раз говорю, на мой взгляд, можно было бы сделать. Крупные же предприятия получают по принципиально другим доставкам деньги. А? Нет? Я вот не очень понимаю, что есть такая статистика, которая подтверждает эти высокие риски по неотдаче. Вот я не знаю, мне кажется, если какие-то риски происходят, это скорее мошеннические схемы, чем реально они платежеспособны. То есть высокие, 80% неотдача достигает по физическому кредитованию, там вообще половина приближает, а по этому бизнесу где-то 1 четверть, 1 треть. Но здесь еще и в том история, что, если мы говорим о программах, да, я чисто практические, ну, я не здесь знаю, сколько интересно, чисто практические вещи, да, то, что делается. Я как раз в пятницу ездила в ТПП, там у нас было посвящено и выступала руководитель непосредственно этого направления. Есть программа, то есть если это практически интерес, куда вписаться, в какую программу, поддержки кредитования, то есть вот сейчас создана программа поручительства со стороны государственных структур, и тогда процентная ставка становится более низкой для вас. Другое дело, зная ваш бизнес, попадете ли вы в эту программу? Это очень, это смешно, это издевательство. Там субсидирование до 500 тысяч рублей, но это ни о чем. Не-не-не, сейчас есть специальная программа для быстрорастущего бизнеса, то есть это не 500 тысяч вот тех субсидий, о которых вы говорите, для стартапов, это новая программа, которая вот существует, а месяца три. Ну, это надо просто посмотреть на сайте именно эконом-развития, то есть это если конкретно, практически. Знаете, вот сейчас просто мы это обсуждаем, и мне кажется, еще какая проблема существует, что мы все равно действуем в условиях, то есть понятные вещи, да, что связаны с развитием, но здесь какое возможность, только космос осваивай, и тогда расширяются границы. Вот, но другая история, что ведь все равно, если мы говорим, да, у нас ответственность меньше, у нас есть какие-то идеи, мы поговорили, разошлись, а те люди, которые вынуждены принимать решения, у них есть свой срок как у чиновника, и ему как перед чиновником ставят задачу не долгосрочного экономического развития, а к такой-то дате обеспечить такое-то количество малых предприятий. и даже если это неэффективно с точки зрения вот тренда развития, он рискует свое место, поэтому должна быть на каком-то другом, по-видимому, уровне вот эта вот задача решаться. Можно еще сюда же добавить, на самом деле, вот в этом примере, который сейчас вот обсуждался про ставки, значит, причина и действия, они просто вот кажутся ортогональными, даже противоположными, если причина высоких ставок, высоких рисков, которые перекладываются на добросовестных заемщиков, казалось бы, государство должно облегчать жизнь банкам либо через поручительства, либо через более строгие законы. У нас происходит ровно обратное, смягчаются законы для физиков в первую очередь, для мошенников, которые еще эти самые. В результате риски для банков возрастают, и вместо снижения ставок мы получаем, наоборот, их рост. Наверное, да. То есть вот просто в лоб пример непонимания, что делать. Это уровень компетенции управления. Совершенно верно. И опять же говорю, если ты исходишь из краткосрочного, правильно Ольга Рафанна говорит, если ты исходишь из краткосрочного требования повысить темпы роста, то соответствующим образом ты тогда даешь возможность банкам увеличить кредитование, кредитование двигает потребительским спросом, потребительский спрос соответствующим образом в краткосрочном плане увеличивает спрос на продукты, то есть 5-10-й, экономика чуть-чуть вздыхает. Но тут же сам ты получаешь те проблемы, о которых начинаешь говорить. Поэтому вот если ты переходишь на принципы развития, то ты начинаешь заниматься структурой и видишь, что надо принципиально по-другому действовать. То надо не просто, скажем так, подпихивать экономику через потребительский рост, потому что тут начинает постепенно увеличиваться вот эта проблема невозвратных долгов, а соответствующим образом увеличивает спрос не со стороны потребления, а спрос со стороны производства, инвестиций. Да, эффект будет не сегодня, а может быть послезавтра, но он будет устойчивый, и это будет действительно решение экономических проблем. Причем это будет устойчивое решение и доходов, и темпов тех же самых роста, и вообще устойчивости системы к внешним шокам. А если решать и с точки зрения сил минутного роста, как бы поддержать, то тогда получается, что мы делаем вот такие неправильные телодвижения. Я согласен с вами. Спасибо большое. Это можно благодарить Василия Александровича. Я считаю, что нельзя на благодарить. Я считаю, что надо благодарить тех, кто это устроил, благодарить тех, кто сюда пришел, то есть вас, потому что были очень интересные... Все, кто на самом деле пришли, чтобы послушать Василия Александровича. Нет, 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 я считаю наоборот. Спасибо всем. Спасибо всем, кто это организовал. Дай Бог, чтобы это было интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин